Мои любимые рецепты, это самые простые рецепты, в которых все смешал и запек. Именно такой рецепт сегодня приготовим. Вкуснейшая запеканка из самых простых продуктов, а на выходе невероятно вкусное блюдо. И сегодня нам понадобится 5-6 картофеля, 200 граммов фарша, 400 миллилитров молока, 130 граммов муки, 2 яйца, 1 луковица, 45 миллилитров растительного масла, зелень, черный перец, соль, 1 чайная ложка разрыхлителя сверху, с горочкой, и 70-100 граммов сыра. Кроме дела мы отправим картофель вариться, а мы пока займемся луком. Обжарим его до легкой золотистости, буквально чуть-чуть золотистый, больше даже стал мягкий. Добавляем фарш, хорошо перемешиваем и доводим до готовности. Не обязательно прям его зажаривать, можно на медленном огне довести до готового состояния. Добавляем соль, черный перец и выключаем. В яйца добавим щепотку соли. Соли поаккуратнее. Все-таки мы уже добавляли в фарш и слегка их забьем. Сюда же добавлю часть молока. И муку с разрыхлителем. Молоко все сразу не добавляю, для того, чтобы не было комочков. Густое тесто проще вымесить. Теперь добавляем остальное молоко. И мука у нас уже распределилась равномерно. Сюда же. Картофель, который у меня уже не только приготовился, но я его уже натерла на крупной терке. Сюда же фарш. Вместе со всем маслом. Это добавит сочности нашему пирогу заливному или это такая у нас запеканка. Сюда же зелень. И все хорошо перемешиваем. Еще нам понадобится форма. У меня она диаметром 28 сантиметров. Отправляем сюда наше тесто. Вообще, я очень люблю вот такие рецепты. Все смешал и в духовку. А как я люблю готовить в духовке, кто бы знал. Как только я поняла, что это все очень быстро и просто, эта жизнь мне очень сильно облегчила. Форму я смазала сливочным маслом. Очень хорошо. Духовка, это моя любовь. А уж духовка Кертинг, которая у нас на кухне уже почти 3 месяца. Или 2? 2. Но мне кажется, она у нас всегда была. Я в нее влюблена бесконечно. Она настолько проста в использовании. Это не высказать. Очень все легко готовится в ней. И понятно, главное, все вот эти вот кнопочки, они интуитивно понятны. К тому же, представляете, у нее есть даже особая функция очищения. Я ленивая хозяйка, честное слово. И для меня это очень важно. Посыпали сыром. Для легкой очистки духовки достаточно выставить программу Акваклин. Вот такая вот рука. Ставим туда воду на 30 минут. И потом все легко протирается. Сумасшествие какое-то. Ну а сейчас мне нужна программа вверх и низ. Выставила. Температура 180 градусов. Аккуратно. Горячо. И отправляем нашу запеканку в духовку. Запекать будем до золотистого цвета. Друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Самые простые, обычные продукты. Отличная духовка. Это все, что нам нужно для этого замечательного блюда. Осталось только достать кусочек. Ох, какая корочка! А какая внутри вкуснота! Нежное, вкусное, ароматное и очень сытное. Такое блюдо накормит всю семью. Да и продуктов, как я уже сказала, минимально. Корочка фантастика просто. Ох, как это все вкусно! Друзья мои, обязательно готовьте. Повторяйте за нами. Ой, с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Приходите завтра в гости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...